Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему драгоценному вниманию тема Марты «Окно в новый мир. Готовые к переходу». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы начинаем новую тему, которая тесно связана с предыдущей. И речь пойдет о том, как вам научиться жить одновременно в двух измерениях. В третьем и четвертом. Сейчас у многих людей отстыковка от трехмерного мира начинает происходить гораздо быстрее, чем раньше. Связано это с тем, что у людей открываются глаза на то, что на самом деле происходит. Слишком уж неприкрытыми становятся ложь и цинизм властей и средств массовой информации. И здесь можно выделить две группы людей. Первое. Это те, кого беспокоит собственное благополучие и кто, несмотря на новое понимание действительности, своим сознанием остается все же в рамках трехмерного мира, поскольку их заботят исключительно материальные потери, связанные с возрастающим хаосом на планете. Как правило, эта категория людей лишь подпитывает хаос своими негативными эмоциями. В основе их недовольства властями лежат страх, возмущение, агрессия. А ведь во многом именно для этого и создавался на Земле политический, экономический и социальный кризис, чтобы провоцировать население на выброс мощнейших негативных энергий. Такие люди не ведают о происходящих на Земле глобальных событиях, о смене эпох, измерений сознания человечества. У них все упирается в практическую плоскость собственных интересов. А если вдруг все вернется на круги своя, то они тут же успокоятся и им уже не захочется ничего менять ни в своей жизни, ни в жизни своей страны, а уж тем более планеты. Но есть вторая группа людей. Это те, кто способен охватить своим сознанием всю картину происходящего на Земле на всех ее уровнях – энергетическом, политическом, экономическом, финансовом, социальном, религиозном. Эти люди знают о смене эпох и переходе Земли на новое измерение, поэтому все происходящее на планете они рассматривают сквозь призму грядущих изменений. Они осознают неизбежность сгущения тьмы перед рассветом, поэтому не впадают в панику, а спокойно наблюдают за тем, как рушится старый мир, и на его обломках постепенно начинают проявляться ростки нового мира. Кто-то уже принимает активное участие в построении этого нового мира, а кто-то только морально готовится к этому, подчищая хвосты, избавляясь от своих негармоничных качеств и отживших программ в своем сознании и подсознании. Они уже окончательно закрепились в энергетическом пространстве четвертого измерения, а кто-то еще стоит на самом его пороге. И мое дальнейшее повествование будет касаться именно этой категории людей, потенциально готовых к переходу и тех, кто его уже практически совершил. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему Марты «Готовые к переходу». Дорогие друзья, если для вас эта информация не нова, устарела, пусть она будет вам просто напоминанием. Но для тех, кто уже имеет быстрое возвращение, он занимается своими программами, не обращая внимания ни на кого. Это уже не планетарное даже сознание, а галактическое. И мы с вами постепенно готовимся жить в расширении, переходя от планетарного сознания к галактическому и от галактического к вселенскому. То есть у нас с вами будет идти мощнейшее расширение. Это зависит от того, как человек взаимодействует с тонкими мирами, как налаживает свои контакты, как взаимодействует с самим собой и как гармонично воспринимает все человечество в целом, как единое, неделимое, проживающее здесь и сейчас на планете Земля. Такой человек уже взаимодействует со всеми решетками Земли, с магнитной, с кристаллической и с решеткой Гаи и удерживает эту связь системно. То есть он уже прошел этап колебаний или вышел на вертикальную составляющую. Можно сказать, что все занимаются своей реализацией или формостроением здесь на плане материи. В единстве, в содружестве, в умиротворении, в умеренности и в раскрытии своих новых потенциалов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok